Учащиеся средних школ, техникумах, колледжей и учреждений дополнительного образования соревновались в умении создавать контент. Все участники – юные журналисты, работающие в пресс-центрах своих организаций. Здесь собиралась инициативная команда ребят. Это команда до 10 человек и, конечно же, их руководители. То есть куратор, который заинтересован в первую очередь в создании контента в их первичном отделении. В течение трех месяцев участники медиагонки не только создавали творческие проекты, но и учились. Лекции и мастер-классы для ребят проводили эксперты – опытные ульяновские «Акулы-пера». Итогом должен был стать проект от каждой команды. Мы больше ждали от ребят какой-то инициативы, что они хотят привнести какую-то новую рубрику. Или осветить какое-то новое направление деятельности. Или, допустим, начать записывать подкасты, начать снимать какие-то видео. Ну, то есть вот что-то новое, что они готовы привнести, основываясь на тех знаниях, которые давали им эксперты. Одна из проблем пресс-центров образовательных организаций – недостаток оборудования. Поэтому призы победителям – штативы, петлички и многое другое, чтобы юные журналисты продолжали развиваться и создавать новые качественные проекты. Министерство молодежного развития поддерживает всегда данные проекты. И мы надеемся, что ребята будут проявлять активность, что ребята будут продолжать эту деятельность, углублять свои знания. В финале медиагонки участвовали более 40 команд, из которых три стали призерами. Одна из победивших – узнавайки из Старомаинской средней школы номер два. На конкурсе ребята презентовали серию подкастов для родителей о современном воспитании. Хотя они и надеялись выиграть, победа стала для них приятным сюрпризом. Мы очень сильно ждали, мы крестики держали. И потом, когда нас назвали, мы вообще удивились то, что мы это выиграли. В числе победителей еще две команды – одуванчики из средней школы села Большая Бекшанка Барышевского района и симбиряты из Средней Тереншанской средней школы Старокулаткинского района. Юлия Адамова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.